Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Здесь и сейчас» И сегодня мы хотим поговорить с вами о делах сердечных Тем более, что в гостях у нас главный кардиолог Российской Федерации Главный кардиолог Министерства Здравоохранения Директор Института Клинической Кардиологии имени Мясникова Член-корреспондент Российской Академии Наук Профессор Ирина Чазова Ирина Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, Александр Александрович! Ну, прежде всего, мне кажется, что вот ваша фамилия, она ко многому опьясывает Каково жить с таким грузом? Ведь Чазов — это титан! Да, вы знаете, мне моя фамилия больше мешала, чем помогала Особенно, когда я училась в медицинском институте Меня всегда сажали на экзаменах к заведующему кафедры И спрашивали по всей строгости закона Мне никогда не спускали никакие мои промашки Но, может быть, благодаря этому я достигла того, что Сейчас я главный кардиолог, директор института И сейчас я могу беседовать с вами в этой студии Ирина Евгеньевна, а вот выбор сразу, с детства был определен, что да, я буду в медицине Или был какой-то вариант? Нет, вы знаете, в детстве я хотела быть укоротительницей тигров Это было очень смешно, потом переводчиком Но когда я стала взрослее, я поняла, что профессия врача, наверное, самая благородная И несмотря на все тяготы данной эстезии Самая благородная, самая востребованная среди населения Это профессия врача И пример моих родителей, и папа, и мама, они врачи, кардиологи Конечно, настроил меня на то, что эта профессия – это мое будущее Кстати, моя дочка, она тоже кардиолог Так что у нас такая династия кардиологическая очень большая Очень похвально Ну, согласитесь со мной, что ведь профессия врача, она не только самая благородная, но и самая ругаемая К сожалению, да Я думаю, что частично я могу согласиться с общественным мнением, что ошибки врачей нельзя прощать так же легко, как ошибки представителей других специальностей И несмотря на то, что я сама являюсь представителем медицинской профессии Я хочу сказать, что очень многие врачебные ошибки идут от нелюбви к профессии Я много раз говорила о том, что в медицинский институт надо принимать не только за хорошие оценки по химии, физике и русскому языку Но и давать специальные тесты на человечность К сожалению, не все врачи могут пройти этот экзамен успешно И отсутствие внимания к пациенту, любовь к ближнему своему – это причина того, что часто врач бывает невнимательный к пациенту и совершает ошибки Да, ругаемая профессия, к сожалению, но если ты выбрал профессию врача, ты должен понимать, что ты сподвижник Это не то, что принесет тебе какие-то избыточные доходы и спокойную жизнь Это возможность того, что тебе в течение 24 часов в сутки могут позвонить, попросить о помощи Ты должен будешь прийти, все бросить и оказать человеку помощь Немногие, кто идут в медицинский институт, сейчас понимают, на что они обрекают себя И это следствие, наверное, того, что многие врачи действительно не соответствуют высокому званию врача Ну а как вы считаете, с годами должен притупляться вот это чувство человечности? Ну, переходя не в цинизм, но хотя бы в ровно Потому что нельзя все через себя пропускать Вы знаете, да, я согласна, что все через себя пропускать не надо Но черствость и бездушие не должно оправдывать тяжесть нашей профессии Если ты перестаешь сопереживать пациенту, то тогда ты можешь совершить по невнимательности врачебную ошибку Которую может стоить твоему пациенту жизни Конечно, сейчас я какие-то трагедии, которые случаются с моими пациентами Переживаю не так остро, как потерю первого своего больного Кстати, я до сих пор помню первого пациента, который умер, несмотря на то, что я пыталась спасти его Это был молодой человек, 17 лет, с кардиопатией, очень тяжелый, который поступил в институт Мы пытались ему помочь, но тогда не было хирургических возможностей лечить больных с сердечной недостаточностью И он скончался Я до сих пор помню его глаза Господи, ужас А мы тут переживаем, когда не так правильно ударение в слое поставим И то приходим домой и переживаем Это о чем тут еще говорить Ирина Евгеньевна, с какой целью вы приехали в Брянск? В Брянск мы приехали с социальным проектом, который проводится уже в течение пяти лет Под гидой Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Которую я возглавляю вместе с комитетом по охране здоровья Государственной Думы Дело в том, что в течение многих лет мы занимаемся просветительской работой среди врачей И в один прекрасный день мы поняли, что просвещая только врачей И не доводя до сведений населения, информации, необходимых знаний о том, что такое артериальная гипертония Как она протекает, как лечить и как диагностировать ее Мы не сможем добиться успеха Поэтому мы задумали социальный проект, который включает не только лекции для врачей, кардиологов и терапевтов Но и такие социальные акции, как пресс-конференции для представителей средств массовой информации И скрининг среди лиц, которые хотели бы узнать уровень своего артериального давления Уровень холестерина и глюкозы То есть на что нужно человеку, прежде всего, обратить внимание? Ну понятно, что это сердце у каждого есть К чему нужно больше всего иметь внимание? Внимание! Вы знаете, коварство артериальной гипертонии заключается в том, что нет никаких симптомов этой болезни Не зря наши зарубежные коллеги, да и мы тоже называем артериальную гипертонию тихим убийцей Ведь артериальное давление не болит, так же, как и высокий уровень холестерина никак не проявляет себя Поэтому мы хотели бы донести до наших телезрителей мысль о том, что необходимо, даже если ничего не болит И вы хорошо себя чувствуете, померить хотя бы раз в год артериальное давление Посмотреть уровень холестерина для того, чтобы, если эти показатели выходят за рамки нормальных значений Сходить к врачу и предпринять необходимые меры для того, чтобы как-то снизить артериальное давление Снизить уровень холестерина и таким образом предотвратить возникновение сердечно-сосудистых катастроф Инфаркта миокарда и инсульта То есть вы рекомендуете, чтобы хотя бы раз в год человек... Вот я, потому что вообще терпеть не могу ходить в поликлинике Для меня это просто убейте меня лучше Но хожу иногда, конечно, хожу То есть раз в год нужно сходить и сдать кровь на анализ, да? Да, это было бы очень желательно, но может быть не в вашем возрасте, а в более старшем А уровень артериального давления ведь можно измерить и не обязательно в поликлинике Сейчас можно много возможностей измерять артериальное давление Кстати, смотреть уровень холестерина в так называемых центрах здоровья Куда приходят здоровые люди с целью узнать, здоровы они или нет И если у них нет серьезных болезней, если имеются только факторы риска Вполне достаточно соблюдать здоровый образ жизни для того, чтобы не заболеть в будущем Ирина Евгеньевна, известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают чуть ли не лидирующую позицию по смертности в России Как переломить эту тенденцию? Как с этим бороться? Вы абсолютно правы, в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых катастроф, как мы называем эти состояния Составляет 56% от всех смертей На втором месте стоят онкологические заболевания с 17% И дальше по копеечке все остальные причины, в том числе и грипп, о котором так часто говорят Являются причиной смерти в 1-2% случаев среди нашего населения Наверное, помимо развития высоких технологий, кардиохирургические операции Через кожное так называемое вмешательство, стентирование, ангиопластика, балонирование Что имеет, конечно, очень большое значение Нужно проводить более активно профилактику сердечно-сосудистых заболеваний Кажется, что это что-то несерьезное Но в зарубежных странах опыт профилактической медицины, в которых значительно больше, чем у нас Было показано, что именно профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Дает наибольший эффект по снижению сердечно-сосудистой смертности Это несколько простых правил Соблюдение диеты, ограничение потребления соли Исключение курения, физическая активность, соблюдение диеты И, в общем-то, можно очень хорошо поправить свое здоровье Только за счет того, что мы ведем правильный образ жизни Следим за своим весом, за уровнем некоторых биохимических показателей Это может на долгие годы замедлить прогрессирование артериальной гипертонии И предотвратить возникновение инсультов и инфарктов Ну, хотелось бы тогда поконкретнее рассказать о профилактике Что вы видите в этом? В чем она должна заключаться? Ну, вот, понятно, наше интервью сейчас выйдет Кто-то его посмотрит, кто-то себе намотает на ус В чем еще? Просвещение играет ключевую роль Я думаю, что одна наша передача и мое интервью вряд ли поможет Но если завтра наши телезрители услышат правила здорового образа жизни Из уст главного кардиолога профессора Надбайкина Это будет тоже хорошо Если какой-то известный, уважаемый человек Послезавтра выступит и скажет Я бегаю каждое утро Я не ем жареного и мучного Будьте таким же, как я Красивым, стройным И соблюдайте все правила здорового образа жизни Вот это, наверное, будет эффективным Больше социальные рекламы Ну, что показывают у нас по телевизору? Страшные фильмы Очень было интересное выступление на коллегии Минздрава Господина Жириновского Очень яркий, неоднозначный политический лидер Но я могу подписаться под его фразой Что я очень сочувствую врачам Потому что они в течение всего дня пытаются сохранить наше здоровье А вечером мы приходим, включаем телевизор И там идут страшные детективы Страшные фильмы о войне, репортажи О военных действиях И вся работа врачей В общем, приходит к В общем-то Уходит на смарку Поэтому, конечно Роль средств массовой информации Огромна И если по телевизору будут какие-то эти Позитивные репортажи Обучающие правильному поведению В плане своей физической культуры А мы забыли это слово Физическая культура Какими-то рецептами Если будут делиться известные врачи Известные люди Рецепты здорового питания Это будет очень-очень полезно Я думаю, что вы недооцениваете возможности четвертой власти Ирина Евгеньевна В таком случае Дайте свой рецепт Вот самый простой Для обывателя Который сейчас, может быть, смотрит нас Лежа на диване Вот с чего начать? Как заставить себя? Вы знаете, встать с дивана И хотя бы смотреть телевизор Не лежа, не сидя А хотя бы передвигаясь по комнате Если вы купите какой-то очень дешевый тренажер И будете перед телевизором Совершать какие-то физические упражнения Это будет уже хорошо Не обязательно ходить в дорогие фитнес-клубы Просто физическая активность Ходьба в течение 2-3 часов вокруг дома Занятия в огороде Какие-то любые физические движения Уборка квартиры Это уже хорошо Это уже минус калорий Питание Сегодня на пресс-конференции Говорили мне ваши коллеги Ой, какое же питание может быть в нашей стране У нас едят только хлеб и картошку Не ешьте картошку каждый день Ешьте капусту каждый день Она менее калорийная Ешьте не белый хлеб А хлеб цельнозерновой Он более полезный Ешьте морковку Ешьте свеклу Яблоки, которые растут у нас Груши Пожалуйста Соблюдайте специальные режимы Диетические С ограничением соли Не больше 5 граммов соли в день А лучше где-то около 3 граммов Не досаливайте пищу Я понимаю Даже вы сейчас как-то вот Посчитать пытаются Сколько это? 5 грамм это сколько? Это очень сначала Это тяжело Потому что соль это наркотик И мы привыкаем Пересаливать пищу И она становится уже необходимой частью Нашего рациона Поэтому снижайте Я грешу Это точно Да Очень многие грешат Снижайте постепенно количество соли Которую вы добавляете в пищу Пожалуйста Не злоупотребляйте алкоголем Не больше одного бокала вина в день Если очень хочется Но только не перед тем Как вы садитесь за руль машины Пожалуйста Откажитесь от курения Это очень вредная привычка И она вызывает не только Сердечно-сосудистые Онкологические Легочные заболевания Поэтому надо Исключить Все это Из своей жизни Ну и наверное Последнее Полюбите себя И полюбите своих Близких Тех людей Которые проходят Мимо вас по улицам Если вы будете улыбаться Больше То и вам будут улыбаться В ответ И если будет сердце У вас доброе Оно у вас будет здоровое Откройте свое сердце Людям И тогда наверное Вы сохраните его На долгие годы В здоровом состоянии Евгений Не могу не спросить А перец Как он вреет Я читал Что вроде он разжижает кровь Он полезен Вы знаете Ну не было каких-то Серьезных работ О разжижении крови При применении перца Но перец Это спец И в общем-то Если вы будете Перчить пищу Заменяя перцем соль Это будет хорошая Альтернатива Пересаливанию Поэтому я не против перца Но единственное Перец Это специя Которая может раздражать Желудочно-кишечный тракт И вызывать гастриты И даже язву Поэтому будьте осторожнее Со специями Не навредите другому Тоже очень важному органу Своего организма То есть это тоже нужно Все хорошо в меру Все хорошо в меру Ирина Евгеньевна Ну и последний вопрос Как Брянщина смотрится На фоне России В плане борьбы С кардиологическими заболеваниями Брянская область Очень неплохо выглядит И несмотря на то Что мне жаловался И главный кардиолог Представитель департамента Что у вас только одна Ангиографическая установка И хотелось бы развивать Это высокотехнологичное направление В медицине Вашей области Смертность от инфаркта миокарда И от ишемической болезни сердца В Брянске снижается Последние месяцы Несмотря на то Что во многих других регионах Нашей страны Смертность от этих заболеваний Растет Даже при наличии Более богатой Такой материальной базы К сожалению Несколько растет смертность От гипертонической болезни От церебровоскулярных болезней Поэтому я хотела бы Обратить внимание Наших телезрителей И обратиться к ним Пользуясь случаем Пожалуйста Если у вас есть Артериальная гипертония Лишний раз Померите артериальное давление И не забудьте Принять таблетку Которую вам назначил доктор Брянщина Очень Интересный регион С очень драматичной судьбой Мы уже забыли Мало говорим О чернобыльской катастрофе Которая Затронула и Брянскую область К сожалению Мало сейчас говорят О вреде Радиации Не только на Иммунную систему Но и на сердечно-сосудистую Ведь раннее развитие Атеросклероза Тоже В некоторых случаях Может быть следствием Перенесенной Радиации Поэтому конечно В Брянске Имеется Некоторая Большая Наверное Угроза Развития сердечно-сосудистых Катастроф Несмотря на это И население И медицинская Общественность Делает все Чтобы Брянская область Очень-очень хорошо Смотрелась на фоне Нашей России И даже более Благополучных регионов Ирина Евгеньевна А вот Меня чисто посещает Такая мысль Вот у меня допустим Бабушка Девушка Они умерли Глубоко за 80 Они пережили войну Они пережили Чудовищный стресс Который слава богу Нам не пришлось Пережить пока И дай бог Что никогда не придется А отец умер У него 53 года От сердечно-сосудистых Заболеваний Почему? Трудно сказать Что-то конкретно Про вашего отца Но в общем-то Действительно Последние годы Сердечно-сосудистые Заболевания Молодеют И в этом тоже Повинен наш образ жизни Ведь бабушка И дедушка Не сидели так много Перед телевизором Они не пользовались Стиральной посудомоечной Машиной Пылесосом Я уверена Что и бабушка И дедушка Очень много Занимались Физически Ели они Не очень сытно И в основном Наверное Низкокалорийную пищу Стресс Да Действительно Стресс Он Присутствовал В их жизни Но и в нашей жизни Присутствует стресс И хронический стресс В отличие от Такого сильного Но однократного Стрессового Положения Хронический стресс Он Хуже Для Сердечно-сосудистой Системы Потому что Это постоянное Подтачивание Ее А мы же Сейчас все время Находимся В состоянии Постоянного Стресса И к сожалению При всем Моем уважении Любви К телевидению Страшные Репортажи Как я уже Говорила Тоже Вносят Свою Некоторую Лепту В сохранении Поддержания Хронического Стресса В нашем Среди Нашем Да Люди Сами к этому Стремятся Вот они нам Пишут Вконтакте На сайте Пишут Нету Нету ДТП Нету Телестудия Слушать И это Поднимет Настроение Ну будем Стараться Спасибо большое Я думаю Что наши Зрители Тоже Возьмут Это на заметку Дорогие друзья О здоровом Образе жизни Мы сегодня Говорили с главным Кардиологом Министерства Здравоохранения Российской Федерации Я зачитаю И чтобы не сбиться Директором Института Клинической Кардиологии Имени Мясникова Членом Корреспондентом Российской Академии Наук Профессором Ириной Чазовой Ирина Евгеньевна Большое спасибо Что вы сегодня Были у нас в гостях Всего вам самого доброго Приезжайте к нам снова Спасибо Александр Александрович Спасибо дорогие Телезрители Вам здоровья Удачи Открытого сердца И доброго И здорового Всего вам хорошего Берегите себя Это была программа Здесь и сейчас До новой встречи Эго Эгоист 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 Когда алкоголь С кровью Попадает в сердце Он разрушает Клетки вашей Сердечной мышцы Появляются Микро рубцы Мышца теряет Эластичность Работает на пределе Возможностей И захлебывается Кровью Не успевая Ее проталкивать Сердце покрывается Жировой тканью Поэтому у пьющего Человека Оно всегда Увеличено В артериях И капиллярах Образуются тромбы Которые перекрывают Доступ кислорода И питательных веществ Части сердечной мышцы Ткани сердца Отмирают Это называется Инфаркт Береги себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok